Приветствую вас, Диана. Вы задаете свой вопрос в раздел «Психология», поэтому, соответственно, отвечать я вам буду с точки зрения психологии, если вам нужен ответ с точки зрения эзотерики, вам нужен ответ, ну, в соответствующий раздел свой вопрос задать, да? Вот. Значит, вы говорите о том, что встречаетесь с мужчиной, живете с мужчиной. Я живу с мужчиной уже примерно год, он старше меня, а мужчина старше вас на тридцать один год, то есть вам девятнадцать, ему, соответственно, на тридцать один. год больше. Это очень большая разница в возрасте и, в общем-то, отношение с такой разницей построить, конечно, можно, но это всегда, во-первых, непросто, а во-вторых, есть ряд особенностей, которым партнёры, ну, к сожалению, не всегда готовы. То есть вот, например, в случае с вами, да, это история о том, что вы вот мужчину ревнуете, то есть вы не уверены в себе и прочее, 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 прочее. Вот. Поэтому то, что вы выбрали себе мужчину на тридцать один год старшего вас, это важно, это является психологическим фактом и, естественно, с этим психологическим фактом нужно работать. Почему вы выбрали именно такого мужчину зачастую? Зачастую здесь проблема детско-родительских взаимоотношений. Вот. Ну, в частности, например, то, что вы, допустим, вы не приемлете мужчин. Мужчин своего возраста, да, из-за того, что вы, кажется, кажется взрослее, из-за того, что вы, может быть, хотите быть взрослее, может быть, подавляет себе какие-то вот такие детские черты, да, какие-то такие вот детские качества. Вот. И, соответственно, это является, конечно, достаточно серьезной такой проблемой. Вот. Вот. И вот, соответственно, в этом направлении нужно работать вам. То есть, если есть какие-то вот основания для того, чтобы думать, что у вас есть сложности, при взаимодействии с родителями, или у вас есть сложности в выражении своих чувств, да, то есть вы слишком взрослая для, например, своих ровесников, то вот нужно работать с этим состоянием. И, соответственно, если вы, к примеру, будете выражать лучше свои чувства, вот, то, соответственно, тогда уже более свободно вы сможете выбирать себе партнера, а не так, как это происходит, скорее всего, скорее всего, сейчас, скорее всего, на данный момент, когда вы мужчину по факту с топором вы встречаетесь, вы его воспринимаете как, ну, как средство для достижения своих, даже не целей, а своих желаний. Вот. Дальше идём. Значит, следующий момент, который я хотел вам сказать заключается в том, что вы ревнуете, вы ревнуете. То есть вот ревность, которую вы испытываете, стала возможной благодаря тому, что вы не уверены в себе. Ну, слишком сильно. То есть вы сомневаетесь в себе, вы сомневаетесь в своей ценности для мужчины, вот. И это является ключевой особенностью вашей ситуации. Ревность может быть как следствием чрезмерной нуждаемости в мужчине. Вот. Ну. По факту. Вот. Такая вот, чрезмерная нуждаемость в мужчине. Может иметь нужда быть. Либо это следствие ваших противоречий, ваших трудностей. Вот. Например, страх одиночества, например. Внутренних противоречий. Вот. Вот. Несклонности к сравниванию себя с другими людьми. Вот. И некому, ну, какому бы то ни было, неадекватному отношению к сексу. То есть вот, измена. Вот. Плюс, а, плюс есть проблема доверия между вами. То есть вот, есть проблема, что есть проблема, что есть такая, что вы, ну, не доверяете друг другу, не доверяете друг другу, да? Вот. Получается. Получается, что вы не доверяете друг другу. И. Э. Это вот. В принципе. Э. 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 При желании можно цель поправить, конечно же. Если у вас есть такая вот потребность, да, если у вас есть такое желание. Вот, в принципе, то есть я могу вам сказать. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был, может, вам полезен. Если он вам понравился, вот, то буду благодарен. Даю его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Ну и, соответственно, надеюсь, надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует...